Итак, всем привет, с вами Дабгейм. Начинаем играть в Кайзерайх за французскую коммуну. Страна эта, проигравшая Первую мировую, по крайней мере, в этой вселенной. Стартуем мы с, ну, такой слабенькой промышленностью, но, в принципе, пойдет. Можно из-за этого что-то сделать нормальное. И наша идея полностью состоит в том, чтобы победить Рейхспакт и распространить, собственно говоря, революцию везде, где мы только сможем. Будет везде здесь много каких-то революций, будем мы помогать там добровольцами. По технологиям у нас сейчас все дефолтное. Будем мы выходить в артиллерийские орудия и будем играть пехотой с танками в виде прорывной силы. Флотом я заниматься не планирую особо, дострою то, что здесь есть. Наверное, буду делать подлодки, потому что сейчас он у меня маленький и достроить его к какому-то боевому состоянию не получится. А к тому, чтобы просто морские пути с помощью подлодок прорывать, вполне себе. По фокусам здесь у нас есть несколько выборов эксклюзивных. Пойдем мы здесь в Кооператизм, чтобы взять себе минус ТНП. Потом мы себе здесь возьмем плюс человеку исследований, плюс скорость исследований. И здесь мы пойдем в Аферскую инициативу, чтобы получить плюс бафы к пехоте. Собственно говоря, все достаточно просто. Ну и к началу войны мы вот до сюда дойдем тоже. Там неплохие бафы на развитие есть. В любом случае, поехали. Вот и ивент о том, что такое французская коммуна. Проиграли мы в войне, потом произошла революция. В итоге у нас теперь здесь правят синдикалисты. Ну и сейчас будут выборы, мы можем попробовать смениться на что-то другое. Ну и я оставлю синдикалистов, потому что это сохранит максимум стабильности. И плюс какие-то советники от синдикалистов очень даже полезны. Вот и пошли ивентики на выборы. Как говоря, мы берем здесь офицерскую инициативу. Это дает немножко популярности этим паталистам, но это не страшно. Все равно мы сможем добиться большинства синдикалистов. Итак, прошли мы через большинство ивентов. И синдикалисты сохранили свое большинство, как я в принципе и хотел. Но мы взяли вот нужное нам решение вот здесь. То есть у нас будут офицерские инициативы, у нас будут кооперативы. Ну и сейчас мы пойдем по промышленности. Плюс советников все понанимаем. Начнем мы с вот этого парня, который делает скидку на всех остальных советников. Потом возьмем себе парня на экономику. И потом скоро встретимся в фабрике стабильность, чтобы начать прям застраиваться. Но перед этим мобилизируем нашу экономику, конечно же, со скидкой от второго советника. Тут у нас выбор, кого сделать с новым правителем, но я даже не знаю. Давайте возьмем Франшона, потому что он ветеран Гражданской войны. Но по-моему все равно от него нет. Не знаю, влияет ли это вообще на что-то. Ну, допустим. Кстати говоря, как вы можете заметить, начался уже Черный понедельник. И вместе с этим начались битвы в Китае. А значит, что нам пора отправлять добровольцев. А в Кубе наша революция провалилась, как вы можете видеть. Произошел марш на Гавану, а не социалистическая революция. И на Кубе у нас поддержки не будет. Ну, там не повезло. Надеюсь, нам повезет в Китае и в Южной Америке. И, кстати говоря, товарищи мои добровольцы не доехали. Но, все говоря, они... Видимо, там что-то со стороны случилось. Но, видимо, там наши парни победят. Так, тут сразу два события. Третья интернационально, наконец-таки. Отлично. И Германия забротила действительность фаут. Мы в теории можем уже напасть. Да, но я чувствую, что мы пока что не готовы. Мы вряд ли сможем победить. И так, что пока продолжаем застраивать экономику и развиваться. И стартует наш интернационал. Кроме того, мы выбираем город. Выберем, конечно же, у нас. И за это мы получим инфраструктуру. Я думаю, очень даже приятно. И тут происходят разные события. Тут стабильности немножко получились с ивентов. Рассказывают, что где происходит. Там в США тоже парни. Латинская Америка будет тоже у нас целью. Женщины. Ну, я бы не хотел, честно говоря, терять стабильность. Так что стабильность поставим. Это уже поинтереснее. Кому она просит поддержки. И мы ее дадим? Вопросы? Даст им что-то? Наверное, да. Я же не просто так потерял. Просто 50. Верно? В политической власти. Ну, и в Германии тоже будущикам. Мы, конечно же, поможем. Пускай они там страдают немножко. Немцы, конечно. Тут и винтик. Я так понимаю, о поддержке Индокитая. Так как мы должны помогать им. Мы абсолютно поможем. Революция случится везде, где рабочие этого захотят. Вот и рабочие восстали в Индокитае. Им нужно им тоже отправить поддержку. Скорее всего, это будут... Да. Это будут горные стрелки. Отсюда Бельгия отвалилась от Германии. Это приятная новость. Но, как я понимаю, они все еще будут с ними. Непонятно. Вроде они не в... Как раз таки в Метале Европе. Так что, может, они просто будут там независимо сидеть. Это, конечно, было бы поприятнее. Потому что нам еще... Можно будет Швейцарию, скорее всего, забрать. И, может быть, и Бельгия мы сможем. И где-то там еще я помню, что... Да, можно Испанию попробовать подзахватить. Но я не уверен, можно ли до войны с Германией. Кроме этого фокуса. Плюс мы попробуем, конечно же, сначала там добровольцами помочь провести мирную революцию. Кстати говоря, здесь мы добровольцами уже победили. Плюс-минус, да? И подкачали нашего генерала. Прекрасно. Одна революция удалась. Военно-Китай, кстати говоря, дела идут, я бы сказал, достаточно успешно. Плюс-минус, конечно. Да, у нас всего лишь одна дивизия, поэтому немножко не хватает. Но, а в целом, нормально. А вот и гражданская война в Испании началась. Сможем ли мы туда... Да, мы туда сможем еще и авиацию послать. Ну и, конечно же, нашего генерала с танками. И послали мы им еще поддержочку. Это, кстати говоря, достаточно хорошие бонусы. Я думаю, они неплохо зарешают. Ну и начинаем мы в Испании здесь пробиваться. Думаю, сначала мы королевство в Испании капиталируем, потому что здесь поприятнее ландшафты. А потом мы уже попробуем через эти горы пробиваться. Танками, конечно, будет не так приятно. Но нам надо его накачать. И мы засылаем добровольцев в Грецию, в Румынию и Сербию. В скобочках Румыния отказалась. Ну ладно. Но хотя бы здесь по одному добровольцу будет полезно. Потому что Болгария, в принципе, вступает обычно на сторону Австрии. А вот как раз-таки вот этот альянс, сербско-румынско-греческий, нападает обычно на Австрию. А это нам на руку. Кстати говоря, мы тут немецкие танки окружили. И сейчас уничтожим. Достаточно приятные новости. Потому что потом они эти танки еще куда-то не зашлют. Там в Швейцарии происходят интересные события. Попробуем на нее повлиять. А если не получится, то захватим. У нас есть на это фокус. Победа Индокитайского восстания. Индокитай победил. Все. Прекрасно. На самом деле, очень быстро у нас получилось. И мы лишили Германию важных ресурсов. Очень важных. А себе приобрели наоборот их. И вместе с этим началась война гражданская в США. Значит, мы туда тоже сейчас будем кого-нибудь отправлять. Я подозреваю, что танки. Потому что, ну, мы хотим, чтобы они именно победили. А не просто подформить опыта. Так что, поехали. Вот и второй конгресс поехал. В Лондоне. Неплохо. Мы стабильность уже подобрали. У нас ТНП сейчас всего лишь 10%. На том, что он, видите, у нас рыночный социализм. И я взял фокус на ревашистское настроение. Он скоро, конечно, пройдет. Но все равно дает нам разогнаться. А потом мы возьмем просто еще один фокус. Вот этот вот. То есть подберем еще промышленность. Сейчас я иду за фабриками. Потом пойдем мы за военными заводами вот сюда. Потом за военными заводами вот сюда. И будем продолжать развиваться. Итак, нас тут спрашивают, поставляем ли мы в Америку ресурсы. Обязательно. Мы очень хотим, чтобы в Америке они победили. Но пока мы достаточно успешно везде справляемся. Я бы сказал, да. Здесь какие-то микроокружения. Здесь Болгария потихоньку проигрывает. Так что революция распространяется. И противники Германии тоже распространяются. Потому что не только революция противник Германии. Чили просят поддержки. Без проблем. Все, кто попросит поддержки, ее получат. Смотрите, потребность верхней совой пропущена. А Швейцария, так понимаю, сдалась, да. Наши рабочие сами смогли вернуть все эти территории. И это очень приятно. Мы получили плюс небольшие фабрики, плюс немножко населения. Вот у нас как раз было решение на судьбу. Мы интегрировали. И вот здесь еще дополнительное решение, чтобы сделать национально. Прекрасно. Вот и в Болгарии закончились боевые действия. Болгария проиграла. В принципе, как мы и хотели. Можем еще, кстати говоря, ренгии помочь, чтобы поддушить Австрию. Еще мелкие, но все еще. Наши друзья, солисты под Мексикой хотят, я так полагаю, нашу помощь. Ну, я предполагаю. Ну да, они хотят. Значит, мы, конечно же, поможем. Любой союзник, это союзник. Вот так, здесь одна сторона уже проиграла. Южная, да. Нам бы как-то сейчас вот с этими парнями нормально справиться. Потому что они по ощущениям чуть сильнее. Хотя по факту нет. По факту мы даже чуть посильнее. Но как-то просто фронт сильно растянулся. Надо бы с этим что-то сделать. Тут с Венгрией какие-то приколы. Они просто не прикрывают тылы, да? Окей, ладно. Это была утка. Выска у них там есть. Но в любом случае, некоторый опыт мы здесь будем получать. Так или иначе. В России, кстати говоря, восстановилось царство по Дмитриям. Интересное развитие событий. Но в Испании мы пока что очень успешно наступаем. Я думаю, без проблем сможем победить. Также мы еще отправляем добровольцев в Камону Бхарата. И, собственно говоря, сейчас отправим в Чили и в Патагонию. И на самом деле в синдикатах у нас здесь очень успешно все проходит. Мы вот уже вот столько где-то заняли, да? Параллельно здесь окружают какие-то малочисленные дивизии Американского Союза Штатов. И я думаю, мы сможем капитулировать его достаточно скоро. По промышленности, кстати говоря, у синдикалистов очень много. военных заводов. У этих ребят что-то с заводами не очень. Так что все пока шансы именно у нас. Ну и в Испании мы почти закончили. Тут революция почти свершилась. Ну да, Испания. Все. Революция победила. Это отлично. В Венгрии, кстати говоря, тоже мы достаточно неплохо держимся. Я даже попробую сейчас пойти капитулировать Голлицуо. Если вдруг получится, то я ожидаю, что Венгрия может вообще победить в этом конфликте, да? Капитулируем здесь. Здесь фронт ляжет. И Венгрия достаточно будет удерживать просто запад. Вот здесь вот. А там где-нибудь какую-нибудь Иллирию можно будет. Ну, посмотрим. Но опять же, это если очень нам повезет. И пока мы боремся за права рабочих во всех странах, нам еще захотелось вступить Иберия. Так что же мы ее принимаем. И, собственно говоря, пока что мы очень успешно справляемся в Аргентине. Также очень успешно справляемся в Америке. Единственное, что случился, как обычно, баг. Я не могу пополнять здесь войска, хотя, казалось бы, у них порты есть. У меня порты есть. В чем проблема? Проблема в игре. И, кстати говоря, от строительства фабрик мы уже перешли к строительству нефтеперерабатывающих заводов, потому что у нас, очевидно, нет резины, нету нефти. И желательно не зависеть от импорта по морю, потому что я не уверен, что мы можем контролировать море. Кроме того, это, в принципе, выгоднее по фабрикам в долгой игре. Заводы у нас пока только с фокусов были военные, но мы еще их достроим. Давайте сравним с Германией. Ну, в принципе, мы чуть меньше их по фабрикам, но, очевидно, меньше по заводам, так что плюс-минус, я думаю, процентом 70-80 от их промышленности мы к моменту войны придем. Ну и, конечно же, сейчас мы тут начнем исследовать истребители, начнем их массово производить. К моменту как раз достройки нефтеперерабатывающих заводов, достройки военных заводов. В основном эти заводы пойдут на истребители, плюс еще часть, возможно, пойдет на танки. Ну, а я думаю, пока что можно этом в серии закончить. Прошло уже два года, мы здесь неплохо подстроились, неплохо помогли странам привести нужное правительство в кластье. В Индокитая все успешно, в Китае все успешно, в Испании, в Южной Америке и в самой Америке Северной тоже наше правительство успешно справляется со своими задачами. Так что, ребят, с вами был Дом Гэй. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok